МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненецкого автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа местных советов. Спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов выступил на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде с инициативами по развитию арктических территорий. Региональное отделение партии «Единая Россия» на окружной конференции определилось с делегатом на партийный съезд, который состоится в июне в Москве. Депутаты собрания Ненецкого автономного округа и депутаты гурсовета приняли участие в благотворительном футбольном матче в Наринмаре. В Наринмаре на региональной конференции политической партии «Единая Россия», которая состоялась 4 июня, избран делегат на съезд партии. Им стал депутат Архангельского областного собрания, председатель СПК Заполярье Михаил Кисляков. 20-й съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 19 июня 2021 года. На съезде будут утверждены списки кандидатов, которые пойдут на выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года. В ходе конференции «Единая Россия» обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящим выборам. Руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, вице-спикер собрания депутатов Ненецкого автономного округа Максим Арбузов, выступивший с докладом, отметил, что процедура прошла на высоком организационном уровне и дала хорошие результаты. Как подчеркнул Арбузов, участники предварительного голосования продемонстрировали организованность и уважительное отношение друг к другу. В оргкомитет за время подготовки к предварительному голосованию его проведения и после него не поступило ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от избирателей. Напомним, праймерис «Единой России» прошел по смешанной системе голосования в онлайн-формате на интернет-платформе «Единая Россия» и очно в последний день голосования на счетных участках в сельских поселениях. Мы подводим итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу. Мы единственная партия в Российской Федерации, которая никого не назначает никакими волевыми решениями того или иного кандидата, который пойдет на выборы в Государственную Думу. Все решают жители всех регионов Российской Федерации, в том числе жители Ненецкого автономного округа. Предварительное мы голосование провели, народу было много, явка была более 12%, очень достойная явка. Определились лидеры в этом голосовании. Вот тот-то победил, естественно, по одномандатному избирательному округу, те и пойдут. Естественно, никаких тут других мнений быть не может. Напомним, победителем предварительного голосования по одномандатному избирательному округу номер 221 стал действующий депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Коткин, которого поддержали 2062 земляка. Это составило ровно 50% от числа проголосовавших избирателей. Михаил Кисляков стал победителем праймерис по федеральному избирательному округу по партийному списку. За него проголосовали 1585 человек или более 38% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. У нас предварительное голосование состоялось и состоялось на очень хорошем организационном уровне. Главное, что жители пришли на участки, проголосовали электронно за тех кандидатов, которым они оказали доверие. И та явка, которая говорит о 12%, она говорит о доверии в процедуре предварительного голосования. Мы можем говорить о том, что это уже складывается система, и ясная система отбора кандидатов. Мы понимаем, выбираем тех кандидатов, которые впоследствии мы будем, партия будет выдвигать и дальнейшие избирать на выборах в Государственную Думу. Отобрали достойных, и я думаю, что ни у кого нет сомнений, что это лидеры нашего общественного мнения, лидеры избирательной кампании, депутатского корпуса. Во многом те, кто принимал участие, это депутаты. Были беспартийные у нас кандидаты предварительного голосования, участники предварительного голосования. Поэтому вот та конкурентная борьба, которая состоялась более 4 тысяч участников, это хороший результат и хорошая работа была сделана по отбору достойных кандидатов. На партийной конференции региональное отделение партии также обновило состав полицовета и его президиума. Это ежегодная ротация. В 2021 году она коснулась 10-ти процентного состава партийного актива. Открытым голосованием делегаты конференции вывели составы регионального полицовета и его президиума Александра Цибульского и Павла Окладникова. Оба работают в Архангельской области, Александр Цибульский является губернатором соседнего региона, а Павел Окладников – министр связи в правительстве Архангельской области. Вместо них на конференции были предложены для включения в состав регионального полицовета и президиума кандидатуру губернатора Неницкого автономного округа Юрия Бездудного и депутата горсовета заместителя директора ДЮЦ-лидер Олега Плесовских. Открытым голосованием обе кандидатуры единогласно были введены в состав регионального политического совета Единой России в Неницком автономном округе. В соответствии с уставом партии избрание новых членов президиума регионального полицовета проходило с закрытым голосованием. Делегатам было выдано 33 бюллетеня. Все в результате голосования оказались действительными. Юрий Бездудный был избран в президиум РПС единогласно. За Олега Плесовских проголосовали 32 делегата. Спикер окружного собрания Александр Лутовинов принял участие в 59-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде. Было доложено и рассмотрено порядка 36 вопросов, которые касались различных инициатив, обращений, изменений федерального законодательства. В том числе наша делегация выступила по трем актуальным вопросам, которые касаются напрямую жителей Нинско-автономного округа. Все они направлены на улучшение жизни населения, особенно в условиях Крайнего Севера. Это такой вопрос, как упрощение закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд в труднодоступных местностях. Речь идет о том, что в настоящее время мы сталкиваемся с проблемами, когда нам трудно найти подрядчиков, нам трудно найти даже рабочую силу, для того, чтобы они могли осуществлять те и иные строительные работы. Наше предложение касается того, чтобы не проводить конкурсные процедуры. Нам необходимо самим определять ответственных подрядчиков. Нам необходимо потом с них спрашивать. Я полагаю так, что это вопрос, который касается персональной ответственности. Вы помните, что раньше у нас работа была организована именно таким образом, когда ответственных подрядчиков мы определяли сами, и персональную ответственность несли как подрядчики, так и те, кто их выбрал. Это речь идет, при всем, о муниципальных образованиях, о профильных департаментах и так далее. И я считаю, что во главе угла при решении данного вопроса стоит результат. А это построенные дома, школы, социальные объекты, дороги и так далее. Еще одна инициатива собрания депутатов Ненецкого округа касается включения в число резидентов Арктической зоны Российской Федерации Организации Потребительской Кооперации и общин коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время они осуществляют ту или иную предпринимательскую деятельность на селе. Речь идет о том, что для нас их деятельность очень важна. Она является, с одной стороны, и культурной, и с другой стороны, они несут большую социальную нагрузку и улучшают качество жизни на селе. Поэтому это серьезный пласт работы, который необходимо поддерживать и наделять соответствующими преференциями. Я считаю, что в этом плане мы могли бы им какие-то льготные режимы работы создать, что скажется на той работе, которую они призваны осуществлять у нас на территории. Для резидентов Арктической зоны предусмотрены определенные меры господдержки. По итогам рассмотрения парламентария СССР Законодательная инициатива о субсидировании доставки бензина для нужд жителей труднодоступных сельских населенных пунктов поддержана парламентариями Северо-Запада. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предлагает внести изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации. Законодательную инициативу представил депутат окружного собрания Александр Чурсанов на заседании 59-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Наша законодательная инициатива – это внесение изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации, пункт 1 статьи 78. Если попросту говорить, то это возможность представления субсидий поставщикам бензина в труднодоступные сельские населенные пункты в районах Крайнего Севера. До 2013 года у нас такая возможность была, мы могли предусматривать в бюджете такие субсидии. В 2013 году были внесены изменения на уровне федерального законодательства. Субсидировать мы данный процесс на сегодняшний день не можем, такого инструмента у нас нет. И, как следствие, бензин в селах округа подорожал в разы. То есть, к примеру, в некоторых населенных пунктах в 2020 году за бочку бензина просили 26 тысяч рублей, то есть или 120 рублей за литр. Это очень важная инициатива, я считаю, для жителей наших сел. Коллеги по Северо-Западу нас поддержали единогласно. Соответственно, было принято решение поддержать инициативу и направить ее в Совет Законодателей при Федеральном Собрании. В 2020 году в некоторых населенных пунктах стоимость бензина марки АИ-92 достигала 120 рублей за литр. Учитывая, что на селе жители чаще всего используют бензин для бытовых и хозяйственных нужд, то это очень дорого. Люди стараются привозить топливо из других регионов. Например, жители на западе округа закупают его в Мизене, а жители на востоке – в Иркуте-Инте. При этом тратят свое время, используют свою технику и бензин для того, чтобы просто доставить горючее. Поэтому субсидирование затрат предпринимателей, реализующих топливо населению по фиксированным органами государственной власти ценам, могло бы обеспечить достойные условия жизни жителей округа, проживающих в труднодоступных местностях. Похожие проблемы существуют и в других северных регионах. В случае принятия представленного законопроекта субъекта Российской Федерации, расположенной в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним местностях с ограниченным сроком завоза грузов, имеющие острые проблемы по обеспечению населения бензином в силу труднодоступности и отдаленности населенных пунктов, а также отсутствие круглогодичного наземного или водного транспортного сообщения, смогут за счет собственных бюджетов возмещать недополученные доходы предпринимателей, реализующих населению топливо по доступным ценам. Минсельхоз России утвердил новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года. В новую редакцию правил вошли предложения от Ненинского автономного округа, в разработке которых принимали активное участие депутаты Собрания Ненинского автономного округа. Напомню, в марте текущего года представители Федерального агентства Росрыболовства провели в Нарьинмаре ряд рабочих встреч с главой региона и депутатами окружного собрания депутатов. Во встрече также приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Коткин и сенатор Денис Гусев. Участвовали в разговоре главы Андром и Оськары, для жителей которых включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна наиболее важно. В ходе встречи обсуждались в том числе перспективы преференции в правилах рыболовства для жителей Крайнего Севера. В настоящее время в Росрыболовстве рассматриваются около 40 предложений, поступивших из Ненинского автономного округа. По внесению изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Одно из самых важных предложений Ненинского округа, поддержанных на федеральном уровне, включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Включение Карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна решит проблему, которая долгое время была общей для рыбаков восточной части округа. Жители прибрежных поселков Оськара и Амдрама не могли законно заниматься любительским и традиционным рыболовством. Это, безусловно, приоритет номер один был добиться справедливости и включения у нас Карской губы в правила северного рыбохозяйственного бассейна. Для чего этого было нужно? Потому что в свое время из-за того, что данный конкретно участок выпал из правил, местные жители лишились законного права осуществлять любительский промышленный лов. На текущий момент мы получаем то, что та работа, которую мы инициировали совместно с Росрубовством, Росрубовство нас услышало, а данные изменения были полностью поддержаны. Также со вступлением в силу новых правил рыболовства жители Ненецкого округа, зарегистрированные в сельских поселениях, расположенных на Печоре, смогут ловить рыбу ставными сетями в любом месте на реке без привязки к населенному пункту. Притом, длина сетей должна быть не более 50 метров, высота не более 3 метров. Правила действуют с 1 декабря до разрушения ледового покрова реки. Кроме того, новая редакция документа позволит оленеводам заниматься рыболовством для личных нужд в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на маршрутах качеви, временных стоянках и промежуточных базах в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на особо охраняемых территориях. Ненецкая местная организация Всероссийского общества инвалидов подвела итоги работы за 5 лет. Отчетно-выборная конференция состоялась во Дворце культуры Арктика. Участие в работе конференции приняли вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, сенатор Денис Гусев, депутат Государственной думы Сергей Коткин. Доклад по итогам работы за 5 лет представила председателя регионального отделения Ненецкой окружной организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Ковалевская. Она рассказала о систематической работе организации по созданию доступной среды и равных возможностей, позволяющих людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноправными членами общества. Также осуществлялась работа по социальной адаптации, организовывались акции и мероприятия. Встречи депутатов окружного собрания с активом и членами организации Всероссийского общества слепых носят регулярный характер. Во многом благодаря таким встречам в округе принят ряд законов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Хочу сказать, что благодаря вашей организации в округе ведется постоянная работа по созданию доступной среды и равных возможностей всем людям. Все люди должны быть полноправными членами нашего общества. Мы должны заботиться друг о друге. По скрипе каждого из нас вряд ли найдется 100% здорового человека. Но тем не менее все работают одинаково. И задача государства, задача нашего региона обеспечивать всем равные возможности, чтобы таланты каждого были использованы на благо округа, на благо страны. И чтобы каждому человеку было жить интересно и комфортно. Окружная парламентария всегда конструктивно сотрудничает с обществом. А вопросы по созданию в регионе доступной среды для инвалидов в собрании депутатов находятся под постоянным контролем. В том числе и наша задача помочь адаптироваться в обществе, работать. Наша задача помочь понять власти, исполнительные власти, которые порой относятся к распределению средств и возможностей окружного бюджета к финансовому процессу. У них много работы, им непросто. И наша задача как депутатов где-то может быть проявить немного, помочь им проявить человечность еще больше, чем они проявляют. Мы регулярно встречаемся с представителями общества инвалидов. Не так давно, например, мы были в искателях, у Татьяны Веплевой, в организации «Особое детство». Она большая молодец, у нее очень хорошо все получается, но все равно ей нужна помощь. На сегодняшний день в Ненецкую местную организацию входит более 800 человек. Местная организация, входящая в состав окружного общества инвалидов, находится в 11 муниципальных образованиях. Региональное отделение Всероссийского общества инвалидов создает все необходимые условия для занятия творчеством, спортом и развития индивидуальных способностей для каждого жителя округа с ограниченными возможностями здоровья. Ваша организация, она, кстати, одна из самых сплоченных и сильных в Ненецком автономном округе. И вы действительно, в значительной степени, конечно, одежды Евгения Анатольевна, весь ваш актив, вы делаете очень много. Вы поднимаете эти пласты, которые действительно волнуют, прежде всего, вас и многих жителей округа. Вы как абсолютно неравнодушные люди в этом плане, и на самом деле много получается. Я заверю, что и в Государственной Думе, и в органах исполнительно-законодательной власти на местах, конечно же, в приоритете эта работа. Конечно, в приоритете. И то, что Максим Николаевич сказал, и на будущее, я думаю, что нам еще много и много на самом деле нужно нам вместе всем сделать. На конференции делегаты переизбрали председателя регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Им стала вновь Надежда Ковалевская. Также вице-спикер регионального парламента вручил благодарственное письмо Собрания депутатов за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Ненецкого отделения Всероссийского общества инвалидов Марине Говше. В поселке Искателей состоялась очередная сессия Совета депутатов Заполярного района. На сессии был принят отчет районной администрации об исполнении бюджета за 2020 год. Ранее вопрос об исполнении районного бюджета за прошлый год был рассмотрен на публичных слушаниях. Замечания и предложения от населения не поступило. Об основных параметрах бюджета на сессии доложила главный финансист района Ирина Таратина. Получено доходы в целом 1 миллиард 227 миллионов рублей или 108,9 процента по уточненному плану. Расходы бюджета составили 1 миллиард 61 миллион, то есть исполненных плановым назначением 97,7 процента. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 166 миллионов рублей. В расчете на одного жителя района доходы бюджета составили 49 тысяч 300 рублей, расходы 57 тысяч 200 рублей. Основная статья доходов районного бюджета – это налог на доходы физических лиц. В структуре налоговых и неналоговых поступлений они составляют 60,5 процентов. Существенная доля доходов поступила от использования имущества, в основном за аренду земельных участков – 30 процентов доходной части бюджета. Более 21 миллиона рублей субсидий на подготовку к отопительному сезону было выделено району из окружного бюджета. Сумма предоставляемых межбюджетных трансфертов поселения постоянно увеличивается. По сравнению с 2019 годом в отчетном году их объем увеличился более чем на 38 миллионов и составил 537 миллионов 800 тысяч. Депутаты приняли отчет администрации об исполнении бюджета в 2020 году. Также на сессии был согласован официальный гимн Заполярного района. Напомним, ранее администрации был объявлен открытый конкурс на написание текста и музыки гимна. На суд жюри жители Нинецкого округа представили семь работ. Попедителем конкурса стали Татьяна Левчаткина, она автор музыки и автор слов Ольга Пашун. 4 июня в столице Заполярья на стадионе «Лидер» состоялся легкоатлетический пробег, посвященный Всемирному дню отказа от курения. Участие в спортивном мероприятии приняли депутаты собрания Нинецкого автономного округа и городского совета. Участники забега от мала до велика собрались на стадионе «Лидер». Сюда пришли как одиночные спортсмены, так и целые команды. Мне нравятся такие мероприятия, я сторонник здорового образа жизни, много хожу сама пешком, безумно уважаю тех людей, которые занимаются физкультурой и спортом, поэтому считаю, что это надо развивать. И не могу пройти сегодня мимо этого мероприятия. И аппарат по обеспечению уполномоченных бежит сегодня практически в полном составе. Погода хорошая, народ веселый, поэтому отчего бы в такую замечательную погоду не отпраздновать таким замечательным мероприятием. Для меня лично это возможность дополнительной тренировки. Не всегда удается попасть в спортзал или на тренировку, а участие в таких мероприятиях, можно сказать, обязательное, но стараюсь извлекать из этого пользу. То есть где обязательно, там и положительно для самого себя. Я участвую, чтобы сделать своему организму лучше. Чтобы люди сами по себе здоровыми были, чтобы людей направить на здоровый образ жизни. В принципе, просто это круто. Ну, во-первых, я никогда не курил, я даже не умею это делать. Поэтому сегодня я с удовольствием хочу поддержать тех, кто не курит. Не тех, кто курит, а бросает, а тех, кто вообще не курит. А в честь дня не курения я еще сегодня утром проплыл один километр в бассейне. Так что вот молодцы, кто пришли, это здорово. Перед забегом разминка хореограф команды «Лу Дэнс Фэмили» Татьяна Лупандина под зажигательные ритмы музыки разогрела участников акции. После – долгожданный старт. Давайте! Раз, два, три, поехали! Взор всех зрителей и участников был устремлен на необычного спортсмена. Сергей Махин бежал вместе со своей маленькой дочкой. А случайно оказались. Хотели в баскетбол поиграть, колес не оказалось. Ну вот, так все побежали, и мы побежали. Преодолев один круг, участникам предлагаются различные спортивные площадки. На время необходимо подтянуться, отжаться, стойка в планке и многое другое. Это такое массовое мероприятие, спортивное. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Сегодня у нас здесь собираются жители округа, которые принимают именно участие в здоровом образе жизни. Здесь у нас планируется собрать порядка 150 человек. Будут проходить массовый забег, а также спортивные тренировки для участников. В холле стадиона «Лидер островок здоровья» здесь каждый мог проверить кровь на наличие показателей сахара и холестерина, а также получить полную информацию о пользе отказа от курения. Измеряем артериальное давление. Также могут все желающие курящие измерить содержание угарного газа. Выдыхаем в воздухе при помощи смокелайзера. Впрочем, предлагаем измерить силу кисти рук на динамометре. Ну и также у нас имеются очки симулятора алкогольного опьянения. То есть они показывают, насколько опасно садиться за руль в нетрезвом виде. Также у нас есть макеты последствий курения и модель полустерта курильщика представлена. Особенно она интересна детишкам. Добавлю, в регионе акция «Забег против курения» проводится с 2016 года. 5 июня в Нарьинмаре на стадионе детско-юношеского центра «Лидер» состоялся благотворительный футбольный матч среди представителей власти и бизнесменов Ненецкого автономного округа. Участие в матче приняли депутаты собрания Ненецкого автономного округа и городского совета. В благотворительном футбольном матче приняли участие три команды – «Коммерсант», «Губерния» и «Эдельвейс». За команду «Губерния» выступали председатель совета городского округа Юрий Суйский и депутат горсовета Олег Плесовских. А вот вице-спикеру собрания депутатов Ненецкого округа досталась одна из самых ответственных миссий галкипера. 26 мая был день предпринимательства. Сегодня играют три команды. Команда Центра развития бизнеса, команда органов исполнительной и законодательной власти, к которой я отношусь. К сожалению, я плохо играю в футбол. Ну, не беда. И третья команда – команда предпринимателей. Пусть победит сильнейший. В любом случае, матч благотворительный. И мы окажем этим матчем помощь людям нашего округа. Коллега Максима Арбузова по депутатскому корпусу Анатолий Курленко, депутат собрания и индивидуальный предприниматель, играл на этот раз за команду соперников губернии. За предпринимателей. В таких спортивных мероприятиях принимают участие ежегодно. Лишь прошлый год стал исключением. Матч отменили из-за эпидемиологических мер в связи с коронавирусом. Самый главный приз – это добро детям. А то, что у нас товарищеский матч, главное – участие. В рамках футбольных соревнований состоялась благотворительная акция «Мой бизнес помогает». Все желающие бизнесмены, неполитические организации и жители могли принести подарки детям. В основном приносили конструкторы, пазлы, книги, канцелярские преднадлежности и другие детские товары. Первая партия уже отправлена в детский дом. Вторую часть передадут в некоммерческую организацию «Особые дети» и региональное отделение «Красного креста». В финале благотворительного футбольного матча победила команда «Дельвейс» сборная предпринимателей со счетом 4-3, обыграв губернию. На сегодня это все. Встретимся через неделю, 16 июня, в эфире программы «Законодателя». Субтитры создавал DimaTorzok